Очищение дома, очищение пространства. Привет, я Дарья Поздняк, это тема нашего сегодняшнего видео. И сегодня мы поговорим, для чего нужно делать очищение, в каких случаях мы его делаем, потом мы поговорим, как мы его делаем и какой эффект в итоге мы можем получить. Приступим. Для чего мы делаем? Например, вы нервничаете по какому-то поводу, или у вас что-то начало сбоить здоровье, или вам нужно подать какие-то куда-то документы, отнести, вам нужно положить на ответ, а вы боитесь, что вам откажут, либо вы идёте на новую работу, либо на вашей уже имеющейся работе какие-то непонятки, либо у вас ссора, скандалы в доме, вас не понимают дети, муж, мама, неважно. В общем, что бы ни происходило, какие-то тряски с соседями, например, или какой-то штраф и что-то ещё приходит. При любой непонятной ситуации, на самом деле, выход один – делать очищение пятью элементами. Теперь поговорим, как делать очищение. Нам понадобится свеча, любая, не обязательно церковная. Я использую чайные свечи, они безопаснее, меньше вероятность, что она упадёт и какой-то дискомфорт у вас вызовет. Значит, мы берём свечу. Желательно, чтобы вы на память знали какую-то молитву, которой вы иногда в жизни пользуетесь, неважно, что это будет за молитва, если вы молитвой не пользуетесь, если вы ничего не знаете. Я прикреплю здесь мантру, которую можно читать, если вы вне религии. Вот, если это вам не мешает. Если вы в религии, пожалуйста, читайте любую молитву, которую вам захочется. Если вы в религии, но на память не помните молитву, окей, возьмите любую, на листочке напишите, и этот листочек носите перед собой. Значит, вы берёте в руки молитву, берёте свечку, поджигаете её, смотрите на свою входную дверь изнутри, то есть вы стоите внутри квартиры, либо дома, смотрите на входную дверь. И вот мы пошли влево. Мы идём со свечой, читаем молитву, обходим все закуточки, то есть по пути там у нас встречаются, там туалеты, комнаты, ещё что-то. Мы всё везде со свечкой заглядываем, вот, обходим весь периметр квартиры, или дома возвращаемся к двери. Это мы прошли один круг. Если у вас мало времени, в принципе, одного круга достаточно. В идеальной картине делать три с половиной круга, то есть вы прошли три, потом примерно прикинули, где будет половина, если по диагонали смотреть от двери, туда, куда вы ходили, примерно половину, прикинули, до туда дошли, три с половиной круга у вас получилось. Вот, после этого свечку либо оставили догорать, либо затушили, как вам хочется. Пока вы ходите, всё время вы читаете эту молитву. Если вы вообще против всяких молитв, окей, есть вариант. Вы можете просто своими словами просить, о чём бы вы хотели попросить. Например, вы можете просить у дома защиту, вы можете просить у Вселенной защиту, вы можете просить помощь в каком-то деле. Неважно, вы своими словами можете что угодно просить, как вам это кажется более для вас подходящим. Пожалуйста, это такой свободный момент, то есть я вас не заставляю делать каким-то определенным образом. Делайте, как вам на душу ложится, как говорят. Это мы прошли, мы сделали очищение огнём. Первый элемент – огонь. Потом мы берём бутылку с водой, с брызгалкой сверху. В воду мы добавляем, если у вас есть каплю-две эфирного масла, любого, какой запах вам нравится. Если эфирного масла нет, мы добавляем немножко соли, любой соли. Ну, соли обычно есть в каждом доме. Если у вас есть святая вода, да, ну, бывает, бывает. Я, например, с мамой живу, моя мама всегда есть в доме святая вода, то тогда в воду я добавляю немного святой воды в эту бутылку. И с этой бутылкой, сверху на ней стоит распылитель, я также смотрю на дверь, входную изнутри, и иду влево. Также я иду и брызгаю воздух, брызгаю водой. В этот момент прохожу, так я один круг, я могу читать молитву, могу не читать, как вам. Лучше, конечно, на каждом кругу читать, эффективнее будет, но если вы торопитесь, или для вас прям чтение молитвы так сложно, ходите просто так, всё равно будет работать. Иду, брызгаю воздух. Смотря, что я в воду добавляю, если это эфирное масло, то потом на мебели, там на окнах, куда попало, не на мебели, а на полу могут точечки такие маленькие оставаться. Поэтому, смотря, что вы туда добавили, я последнее время хожу с добавлением святой воды, у меня никаких точечек не остаётся. Вот. Если я боюсь, что на моём, там я там вчера убралась, например, будут какие-то точечки, то я брызгаю в те места, где мне как бы меньше проблем с этим. Понятно, что на технику, на технику, на компьютер, на телефоны, я не брызгаю, брызгаю рядом. На пол. Самое безопасное, прошли по полу, побрызгали. Где-то в ванной, в душе можно побрызгать, на кровать, на бельё постельное можно побрызгать. Всё, прошли, побрызгали. Вернулись. Это был круг, который мы сделали очищение водой и землёй. Если мы добавили туда соль или эфирные масла, это был элемент земли. Если мы добавили туда только святую воду, то это мы побрызгали просто водой. Но, в принципе, я последнее время делаю просто святой водой, мне нравится. Эффект. Потом делаем дальше. Прохожу, открываю все ящики, дверцы, всё, что я могу открыть, шкафы и окна, форточки, все створки. Всё по всему дома открываю, прихожу к входной двери. Открываю входную дверь хотя бы минуты на две, на три, вот сколько я могу там в дверях постоять, вот, чтобы у меня полностью поток свежего воздуха из всех окон, чтобы он объединился, замкнулся и начал дуть в эту дверь. То есть, чтобы создать некий сквозняк. Если у вас есть возможность оставить эту дверь открытой, при этом на 10-15 минут, у вас там какая-то есть общая дверь соседей, у вас там не бегают чужие дети и собаки и что-то ещё, и в общем, вы спокойно можете себе это оставить, ради бога, оставьте проветривание и нам вообще отлично. Если не можете, постояли там в дверях две-три минутки, сквозняк, это почувствовали, что он пошёл, дали ему там подуть пару минут. Вот, дверь закрываем, остальное оставляем, оставляем сквозняк и ящики и дверки, которые у нас открыты все, в этот момент они наполняются элементом пространства, пятым элементом. Конечно, в этот момент мы всё равно всегда держим закрытым туалет, как туалетную комнату, дверь в туалет, так и унитаз. Унитаз всегда держим закрытым. Унитаз мы не проветриваем. Это мы, получается, почистили с вами, считаем, смотрите, огнём, водой, землёй, если мы добавляли соль или эфирное масло, пространством и воздухом. Пять элементов у нас получилось. Также, смотрите, из моментов, которые можно добавить, вы можете пройти с колокольчиком, если у вас есть колокольчик, позвенеть им по всей квартире, точно так же против часовой стрелки. Я также использую палочку Пауэлл Санты. Я её поджигаю, когда начинает идти дым. С этим дымом также я прохожу один круг. Потом оставляю её где-то, куда-то закрепляю, чтобы она не падала, и она продолжает дотлевать и даёт мне аромат ещё сюда. Вот такие вот у нас есть элементы. Всё это делая, мы получаем с вами, смотрите, какой результат. Например, у вас были ссоры, скандалы, вы всё это сделали, через там несколько часов приходят ваши домашние, и вы прям почувствуете, во-первых, пока вы будете сами делать это, вы сами успокоитесь, вы почувствуете себя более гармоничными, меньше раздражения, какое-то внутриспокойствие и баланс. Когда придут ваши домашние, вы тоже заметите, что стало легче. Легче, лучше, иногда это настолько вообще снимает конфликтность всю, на какое-то время. Понятно, что мы не можем щёлкой один раз навсегда сделали всё, почему мы делаем очищение регулярно. Вот, но если вы, например, поругались, то, скорее всего, ваши придут и будет ситуация намного спокойнее, намного приятнее в доме. Если вам нужно идти по каким-то делам, бегите, теперь уже более благоприятным образом у вас всё будет складываться. Вот, то есть, все всегда плюсы будут налицо. Если вам надо ехать куда-то в поездку, пожалуйста, сделайте очищение перед поездкой, она пройдёт лучше. У меня был такой случай, я рассказывала в другом видео, ссылочку сюда выведу, как все самолёты, мне надо было лететь в Москву из Геленджика, все самолёты были отправлены в Анапу, чтобы все рейсы, то есть всех людей посадили в автобусы, отправили в другой город по жаре, по дороге на автобусе, чтобы они оттуда улетели, а мой личный самолёт, ну, не личный, самолёт, на котором должна была я лететь, моя мама в это время, что я сидела в аэропорту, делала очищение дома, и мой самолёт, когда мама поставила всё это, стала делать, мой самолёт отправили в Москву напрямки, без вот этих всех перетрубаций, которые займут несколько часов, мучений, по жаре, в душном автобусе, много детей, в сезон, я с собакой, жаркие дороги, тут у нас несколько часов на автобусе, ну, в общем, там ещё в аэропорту сидеть, короче, ну, неприятно, вот, и дорога удлиняется часов на пять в итоге, вот, и мой самолёт полетел напрямки, всё было хорошо, я добралась, вот как должна была лететь, в идеальном, в идеальной картине мира, вот так вот работает очищение, теперь я вам расскажу альтернативу очищению, потому что очищение занимает какое-то время, минут 10-15 на квартиру, небольшую, если это дом, то побольше, но если у вас не хватает времени на все элементы, сделайте хотя бы одним, сделайте двумя, то есть можно, вы можете не проходиться, например, с водой, можете сделать только свечой, с молитвой, можете сделать проветривание и воду, не идти со свечой, эффективность будет максимальная, если вы сделали всё, но, если вы сделаете даже один круг, даже просто зажгёте палочку Паула Санта и с ней пройдёте, дымом окурите, это тоже даст эффект, просто он будет поменьше, чем если бы вы сделали побольше элементов, собрали вместе в один раз, вот, но так тоже можно, никаких проблем, с этим не будет, можно, и я делаю по-разному, в зависимости от времени, но теперь появился ещё один у меня инструмент, про который хочу вам рассказать, он быстрее и легче, особенно, когда мы торопимся, но вообще я делаю, когда мне нужно, я делаю и то, и то, работает вообще космос, воздух потом как будто бы скрипит, но такое ощущение стабильности под ногами и пропадает тревоги, и вот эта вот нервозность, то есть тут я просто чувствую себя, как будто у меня всё хорошо, после этого очищения я чувствую, что меня кто-то держит, за спиной меня страхуют, меня поддерживают, у меня там есть поддержка, надёжная опора, вот так я себя чувствую, это конусы из натуральных трав, которые не просто так сделаны, моя знакомая, колдун, шаман, как это назвать, я точно не знаю, но она помимо трав и того, как она их изготавливает, она туда закладывает свою энергетику, первые конусы, которые мы ставим, это на очищение, то есть просто, вот у меня есть квартира, например, 50 метров, я в одном конце квартиры поставила один конус, и вдруг он в конце квартиры поставил один конус, я их подожгла, они начали тлеть, тлеют они там, ну, примерно в пределах 15 минут, из одного идёт струйка дыма, из другого струйка дыма, через 15 минут они мне дотлели, я их убрала, на их место поставила два таких же на наполнение, подожгла их, они тлеют, я хожу, занимаюсь своими делами, могу в это время ходить делать обычное очищение пятью элементами, могу просто куда-то собираться, могу что-то делать, но далеко не уходите, всё-таки техника безопасности, работы с огнём, с какими-то такими этими, приглядывайте, вот, когда я закончила, я открываю окна и устраиваю проветривание, всё, эффект обалденный, то есть, за счёт того, что это не просто трава, и мы просто сжигаем, она закладывает туда свою энергию на очищение и потом в конусы на наполнение, энергию наполнения, чтобы то, что мы убрали, вместо этого, что-то вернуть, чтобы, как говорят, свято место, пусто не бывает, вот, поэтому получается, что вот два конуса прогорели по времени, и вы чувствуете очень сильный эффект, то есть, иногда бывает, что вот это ходить круги, наматывать по квартире, не всегда есть время, вам куда-то надо бежать, надо собираться, а вам надо ходить, плюс, если доточиться на молитве, бывает сложновато, поэтому это такой вариант для, скажем так, либо для ленивых, либо если вам надо усилить очищение пятью элементами, или у вас нет времени, или вам некогда сосредоточиться, вот, то вот конусы мне очень зашли, я ссылочку оставлю, ссылочка на конусы будет прямо под этим видео, также под этим видео будет ссылочка на мантру, которую я могу посоветовать для чтения, если вы ничего никогда не использовали и вы просто не знаете, что брать, я вам мантру тут скину, вот, еще здесь будет ссылочка на мое другое видео про конусы, где я еще что-то рассказываю, вот, а вы, пожалуйста, оставляйте комментарии, было ли вам это видео полезно, будете ли делать очищение, подписывайтесь на канал, а с вами была Дарья Позняк, и до новых встреч!